Так, вон Венера наша вползает. Так, это уже автоматические настройки. Засвет пошел просто капитальнейший. 29 апреля 2010... Господи, 29 апреля 2020 год, 2010 по Киеву, а не 2010 год. Ну вот, когда не на ручных настройках она автоматически, вот такой получается пересвет. Никакого серпика не видно Луны. Честно говоря, даже не особо интересно снимать. Только что я снял дубль на ручных настройках, и там серп четко был виден. А сейчас это реально похоже на какую-то звезду смерть. Ладно, сейчас быстренько... Вот так выглядит. Где Луна? На автоматических настройках тоже поснимаю. Предыдущее видео, говорю, было на ручных настройках. И там, конечно, получше дела. Здесь какой-то мрак. Не фокусируется, да? Это расплыв, что-то. Ну, попробую колесико покрутить. Ну, так лучше, по-моему, да? Всё хорошо, только ветер жёлк. Это дрожание, это на ветер помогает, то есть мешает. Ладно, не буду издеваться. Над собой вам и аппаратура. Сейчас ещё разок сниму третьим дублем Венеру. На ручных настройках опять мне больше понравилось. На ручных. Это что-то пересвет идёт. Какое-то вечное сияние. Ещё раз говорю, то есть постоянно... Это Венера. Это сто процентов Венера. Я, конечно, не спец в этих всех астрономических делах, но... Венеру вообще спутать практически ничем невозможно, я не знаю. Она единственная сейчас на небосводе видна. Сейчас попробую открутить. Хуже, 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 но где-то так. Да, это всё, что сейчас можно выжать при этих автофокусировках, автонастройках, вернее. Вон сияние пошло. Ужас. Не, сейчас перехожу на ручные настройки, чтобы оно так не сияло. Там будет серпик, видно вообще великолепно. Так, что у нас? У нас, у нас, у нас. 2014 по Киеву, 29 апреля 2020 год, Харьков. Пятидесятая параллель. Северная...